В Европарламенте создали рабочую группу с представителями движений за деколонизацию России. В нее вошли активисты национальных республик и эксперты из общественных организаций. В стенах Европарламента участники группы будут обсуждать вопросы признания путинской политики ксенофобной и колонизаторской, а также продвигать идею о том, что путь к реформированию РФ возможен только через ее деколонизацию. В целом, конечно, это очень важный шаг, важная подвижка, потому что до этого на Западе условном абсолютно неизвестны были другие народы России, кроме русского. Сейчас, во всяком случае, мир узнал, что на самом деле Россия – это колониальная империя и что Россию населяет более ста народов. В то же время лидеры национальных движений подчеркивают, что несмотря на понимание среди западных политиков необходимости деколонизации России, в состав рабочей группы при Европарламенте не вошли представители движений, которые бескомпромиссно выступают за обретение их народами независимости. Туда вошли деколонизаторы, активисты из национальных движений, которые, в общем-то, занимаются очень полезным делом. То есть они доносят до народов наших эту информацию о том, что на самом деле мы являемся колониями, и что нас на протяжении истории всегда имперский центр угнетал, что Россия – это страна, пораженная расизмом, ксенофобией, они пытаются с этим бороться. Но я считаю, что процесс этот зашел так далеко, что этой стране ничего больше не поможет, кроме как ее распад и образование новых независимых государств.